Вы сегодня выйдете на священную пищу, да? Все время так слышится, да? Ну, это способ, что она помогает, помимо молитвы, еще освященную пищу. Вот меня покормили освященную пищу, да? Вот. И вот как бы долг сделать эту пищу, чтобы она была освящена? Ну, просто надо думать о Боге, молитву читать, к вашей вере, к вашей традиции. Просто читайте молитву. Это самый простой способ сделать ее освященной. Понимаете, некоторые люди думают, что нужно какой-то там фокус сделать ритуальный такой. Раз, освященная. А если чуть не доделал, не освященный. Это означает просто отношение с Богом. Когда вы молитесь просто Богу и готовите в это время, то пища, она энергией Бога заряжается. А если вы думаете о близком человеке, энергии близкого человека. Ну, то есть, лучше думать о Боге, чтобы близкого человека этой силой света накормить, а не с его собственной энергией. Понимаете? Вот и все это назначает освященным. Просто чем больше молитвы, тем больше освященное. Есть, бывают какие-то ритуальные, ну, есть какие-то более эффективные способы. То есть, какие-то святые, они осознали, что вот эта молитва эффективнее освящает, ближе к Богу, а эта менее близкая. Тогда, получается, ритуал появляется какой-то. Но, в целом, здесь нет никакого ритуала. Просто думаешь о Боге, молишься, и она становится освященной. Потому что ты её освящаешь. Вот как, допустим, есть такие вещества, которые поглощают свет. Вот ты как бы на него сколько посветил, он столько потом отдаёт. Как фосфор там, да, допустим, или светлячки. Вот. Так и пища тоже. Она поглощает наши мысли. Вот алкоголик готовит одно и один тот же рецепт. И готовит человек, который, ну, в трезвом сознании. Пьяный человек приготовил, кушать невозможно. Хотя тот же самый рецепт. Потому что противно. Энергия идёт не та от пищи. Понимаете? Он сознание. Пища впитывает себя сознанием. Это причина такого действия. Можно включать в вашу лекцию и готовить? Конечно, я же почти Бог. То есть вы включаете мою лекцию. Я иногда гордую. Сразу пища освящается. Вот. Я с небушком вам что-то говорю. Воспринимайте меня попроще. Хорошо? Лучше включайте какие-нибудь молитвы. У вас какая вера? Я больше кубик. Ну, тут христианство есть. Вот. Включайте какие-нибудь. Ну, включайте православные молитвы. Пускай хор какой-нибудь поёт духовный. И вот таким образом будете освящать пищу. Хорошо? А мои лекции можете включать, когда в машине едет. Делать нечего. Я пою там, веселюсь. Может быть, это вам как-то поможет. А вот ещё по поводу алкоголя. Всё-таки вы председательно против чего вообще? А я не против, не за. Я просто знаю, что это такое всё. Это, понимаете, это влияние веселящих духов. Я изучал это в ведической культуре, в ведах есть. Такая наука называется бутология. Она изучает влияние духов на человека. Там описано, что есть веселящие духи, которые заменяют человеку силу воли на свою энергию счастья. У каждого духа, у каждого живого существа есть энергия счастья. Он вашу волю берёт себе, а вам отдаёт его счастье. Его обалдёжное такое. Вот. И вы остаётесь без воли. Когда вам трудно, вы раз, выпили, и вам хорошо. А человек должен своими усилиями, аскезой делать себя счастливым. Он не должен делать себя счастливым просто, ну, каким-то действием лёгким, понимаете, которое ничего за собой не несёт. Таким образом человек впадает в зависимость просто и всё. Ну, и тогда возникает вопрос, а, ну, может быть, небольшая зависимость – это полезно? Нет, а если вот алкоголь не оказывает такой путь, допустим, на меня, ну, это вам так кажется, вы не осознаёте это до конца. А, вот так. Это осознать можно, когда ты его не пьёшь. Вот когда ты не пьёшь, тогда ты чувствуешь, что тебя уже колбасит, то есть тебе хочется выпить. В многих, когда человек чуть-чуть, чуть-чуть у него появилось чувство несчастья, он выпил, он не замечает, что он страдает в это время. Ну, просто это называется привычка. Привычка означает, что ты не сильно вдаёшься в понимание того, что происходит, потому что ты делаешь сразу же этот поступок, как только тебе это хочется сделать. Но если человек чуть-чуть задержку делает, тогда он начинает понимать, почему ему это хочется. Потому что не хватает счастья. То есть вы пытаетесь получить счастье дешёвым способом. Означает зависимость. Зависимость не бывает маленькая или большая. Она всегда одинаковая. Просто бывают тяжёлые периоды в жизни, когда счастья, несчастья становятся больше. И когда человек привык, ну, своё счастье восполнять спиртным, тогда в этот тяжёлый период он начинает запой. Запой начинается. В тяжёлый период, когда нет сил жить, нормальный период, никакого запоя не будет, потому что несчастья мало, вам надо чуть энергии этого духа, чтобы получить счастье. А когда тяжёлый период, у вас энергетика сильно снижается, вам счастья больше надо, и вы у духа берёте больше энергии счастья. Вы начинаете уже спиваться тогда. Требуете счастья от него, требуете, пьёте больше, больше, больше. И чувствуете, что всё равно не хватает, потому что это не то счастье, понимаете. Нам не нужно это счастье чужое. Нам нужно своё. Нужно аскезу совершать внутренне, чтобы быть счастливым. Но вы всё равно это не поймёте сейчас. Вот это просто теория для вас. Давайте я вот с женщиной договорю вот с этой всё-таки. Я ей скажу кое-что. Вашего сына плохой период, связанный с его судьбой, заканчивается. Ему станет легче уже через полтора месяца. Сейчас идёт период восстановления. Вам надо продолжать молитву, и не нужно никаких эмоций. Вы человек такой, по природе, желающий всё понять очень глубоко. И есть у вас один недостаток. Вы иногда, ну это в работе, это супер. Вы иногда всё ставите по местам. Как бы пытаетесь, ну сейчас я вам всем как бы объясню, как правильно. Понимаете, но в судьбе это не работает. Потому что эта судьба вам объясняет, как правильно, а не вы ей. Поэтому вам нужно сейчас просто молиться, со временем вы поймёте, почему с сыном так произошло. Потому что он в целом неправильно воспринимает этот мир. Понимаете, он упахивается, устает психически. Ему нужна разгрузка какая-то, разрядка. Жена не может сдать такую разрядку, поэтому разрядку может давать только работа над собой, духовная жизнь. Выпивать её ему не нравится. Получается один выход, это женщины. И поэтому его как запой, понимаете, вот его понесло на женщину, но он таким образом снял себе напряжение. Ну и потерял как бы соответственно свою жизнь. Там дела его пострадали, и семья. Это результат неправильного мышления. Это результат того, что он просто не отдыхает. Он не умеет отдыхать, он напряжение живёт. Вот в чём причина коренная всего этого. Но вы это поймёте в молитве сами потом, со временем. Надо менять образ жизни, стараться помочь ему в этом, лекции давать, слушать. Это длительный процесс, медленный, не за пять секунд. Но сейчас самое время, когда он в стрессе, ему надо начинать лекции слушать. Вот это то, что ему поможет. Но поймите, что мужчине очень трудно вообще взять куда-то прийти. Это для него целый подвиг. Потому что он едет, поезд, представьте, поезд едет в одну сторону, вы останавливаете, говорит, слушай, давай ехать в другую сторону. Он говорит, ну я вообще-то еду туда, как я поеду назад. Понимаете, это совсем другая жизнь для него, которая как бы, он готов уже, только не надо так резко. Надо включать лекцию, когда он приходит к вам в гости, выключить лекцию, как будто вы слушаете и говорите, давай, я слушаю лекцию, но поговорим параллельно. С мальчиками, мужчинами, всегда надо все делать ненавязчиво, аккуратненько. Сознание у мужчины медленно меняется, ему нужно время, не нужно его сразу там лекцию. Не работает система, надо аккуратненько, потихонечку его вот стрелочки передвигать у поезда, передвигать, едет дальше, дальше, вроде прямо, а чуть-чуть уже вправо. И потом раз, и он вообще уже едет в обратную сторону. А думает, что он ехает, едет вперед, как и ехал. Понимаете, с мужчинами надо аккуратнее. Каждый человек может воспитывать некровного ребенка из детского дома. Можно ли взять на воспитание мальчика, если не замужем? Три года назад наношу эту мысль, у меня не оставляет сомнение. Сомнение, что по плечу. В школе приемных родителей сказали, что, скорее всего, в моем роду есть такой неотработанный момент, как утвердиться в решении. Для этого нужны старшие. Вставайте. Кто задал их. Сейчас утвердимся в решении. Ага, хорошо. Микрофончик давайте. Не стесняйтесь, здесь все свои. Вас никто не сдаст. Все нормально, мы сейчас с вами все решим. Знаете, первое, что я должен понять, я должен, посмотрев на вас, понять, как действует ваша судьба. Я вижу, что ваша судьба такова, что вы очень застенчивый человек, у вас не хватает материнской энергии, чтобы выйти замуж. Вам не хватает энергии, вот такой, знаете, чисто активной женской позиции, это материнская энергия. Вас вообще надо выдавать замуж, вы сами не выйдете никогда. Вам надо, чтобы тот мужчина какой-то, старший отец или наставник взял вас за ручку, познакомил с кем-то и выдал вас замуж. Такая ситуация. Это один вариант. А второй вариант, это взять ребенка на воспитание и стать женщиной, приобрести силу внутреннюю и через это потом выйти замуж. Первый вариант лучше, чем второй. У меня дочь родилась уже. Уже есть дочка. А почему вы не замужем? Бросила мужа, что ли? Косына. Ну да, да, вижу, что на вас нет такой судьбы. Ну, надо выходить замуж, наверное, как-то. Ну, как бы вы хотите еще одного ребенка? Двух. Все, двух. Ну, вот этого не надо пока делать, потому что вы так одна и останетесь. Вряд ли мужчина с тремя вас возьмет, это надо быть героем. Нет, я не должен был родить, а там он не будет. Ну, может и двух родить. Надо сейчас думать о замужестве. У вас сейчас хороший период астрологический идет. Вам надо... От вас идет эта сила, возможности. Но вам кто-то должен помочь. Или женщины какие-то должны вас познакомить. Вы сами не можете... Как вас зовут? Вот Наталья очень хороший человек. Если есть неженатый мужчина, то можно знакомиться. Вот, посмотрите, она такая очень добрая, ласковая женщина, скромная. Такие женщины, они и выпендриваются, их не видно. Но вот таких женщин и должны быть женами. Она будет хорошей женой, сто процентов. Нет, пока не надо никого брать. Надо замуж выходить. Найти женщину. Кто вот может из вас... У кого есть сила помочь женщине выйти замуж? У кого из вас такая вот? У женщины часто бывает такая сила. Кто готов ей помочь? Кто из вас? Есть такие женщины, которые бы вот так заботились о ней, чтобы она вышла замуж? Поднимите руку. Есть такие, нет? Что вы? Невестная, а кто местный и может... У женщины есть такие, которые могут познакомить. Вы, да? А вот идите сюда на первый ряд. На первый ряд. Вот познакомьтесь с девушкой, она вам поможет выйти замуж. На первый ряд подходите. Она сидит напротив меня прямо. Подходите, поговорите с ней, она вам поможет. Начала жить женатым мужчиной. Он год назад ушел из семьи, но не развелся. Правильно ли я сделала. Есть у меня будущее с ним. Непонятно, как бы, как ситуация происходила. Он ушел из семьи, когда раньше, чем вы с ним встретились, или он ушел из семьи после этого. Я не понимаю ситуацию. То есть, если он встретился с вами и ушел из семьи, это одна ситуация. Сначала ушел из семьи, потом он раньше ушел, потом с вами встретился. Ну, надо его заставить развестись. Конечно. Иначе, что это за жизнь такая? А? Каким образом условия ставить? Или ты со мной живешь, или с ней? Вы вот сейчас привязаны просто к нему, да? И готовы на все, что угодно, да? Типа, как хочешь, лишь бы ты со мной был. Вот это неправильная позиция. Надо ставить условия человеку. Иначе он, получается, живет на две семьи. И вы оказываетесь в проигрыше. Потому что, когда вы ему надоедите, женщина же, он остывает, мужчина к женщине постепенно. Когда вы ему найдите, он как бы вернется назад туда. Все. Но есть шанс, да, что он его берет? Как идти? Я считаю, что он должен дышение принять по-любому. Или он должен туда возвращаться, или разводиться. Сейчас он больше к вам привязан, но он чувствует ответственность к вам. И эта ответственность, она перетянет когда-нибудь сто процентов. Если он разведется, значит, он по-любому совершил греховный поступок, уйдя от жены с ребенком. Сейчас надо ему что-то решить по отношению к вам. Или он с вами живет, или с ней. Если он с вами живет, надо молиться, каяться, что он бросил жену. И по-любому он за это будет отвечать. Но он сейчас перед вами должен с вами разобраться. Если он... Ну, люди часто бросают, что тут делать, такая жизнь. Просто не надо его в этом сильно обвинять, надо ему вставить условия. Он сам решит про свою жизнь, сам все решит. Если вы этого не сделаете, я вам даю полную гарантию, что через два года он от вас уйдет. Это на сто процентов. У вас есть два года, чтобы с ним разобраться серьезно и решить все вопросы. Но лучше это делать немедленно, прямо сейчас. Потому что он к вам сильно привязан, и он будет серьезно думать о вашем условии. Если же вы это сейчас не будете делать, с каждым днем вы привязаны, будет слабеть, ваше усиливаться, и вы окажетесь в очень тяжелой жизненной ситуации. Вы хотите развить эту тему? Мне написали кандидатскую диссертацию. Я не смогу на нее ответить. Нужно, чтобы человек встал, который это написал, сказал в двух словах, что он хочет от меня. Иначе я не буду отвечать на этот вопрос. Потому что это длинное письмо означает, что вы не верите, что я вас пойму. Все, больше оно ничего не означает. Меня зовут так-то так-то, мне 30 лет, меня мучает такой вопрос и сомнение, и т.д. Я не вижу вас, где вы на кой? А, все, вижу. Все, вижу, вижу. Потому что вы его называете мужчиной? Нет, мужем. Ну, хорошо, пусть так. Значит, он должен ради вас жениться. И не среагирует. И причина... А что вам нужно делать, я сейчас вам скажу. Люди живут в трех слоях жизни. Я говорил вчера. Первый слой невежественный. В невежественном слое не бывает в семье. Люди, которые очень эгоистично настроены и думают только о себе, они не могут вообще жить в семейной жизни. Даже если у них семья есть, там нет никакой любви, никаких отношений. Просто ненависть и злоба. И все. Второй слой — это слой страсти. Когда люди так же живут для себя, но у них расширенный эгоизм. Они считают, что, ну, как бы... Я хочу быть счастливым, но не только ценой, как бы... Человек невежественный просто. Он всегда на себя гребет. Ему законы наплевать, люди наплевать, ему все наплевать. Ну, человек в страсти, он, как бы, старается со всеми договориться. Он живет для себя, он эгоист по природе тоже. Но он старается со всеми договориться. Он, как бы, пытается так жить, чтобы не сильно кого-то мучить. Но все равно он живет для себя. Это означает ни любви нет, ни отношений нет. Это означает одиночество в сердце. Но попытка сделать вид, что все хорошо. Люди в страсти, они играют в счастье. Они одеваются очень красиво, улыбаются друг к другу на улице, делают счастливый вид. На обществе, на людях рисуются, показывают хорошие отношения. В сердце никаких отношений у них нет. Просто холод близкому человеку. И цель этой совместной жизни — это просто наслаждаться телом близкого человека. Вот если секс хорошо получается в этих отношениях, когда человек в страсти, ему это устраивает. И он просто наслаждается рядом с человеком. Но на этого человека ему просто наплевать. По-честному. Это означает уровень развития личности только и всего. И вы точно так же развиты, как ваш близкий человек. Точно так же. Вы не понимаете, что есть другие отношения. Вы говорите «мой мужчина». Все люди в страсти так говорят. «Мой мужчина», «моя женщина», «мой партнер». Это означает, что наплевать друг на друга. Понимаете, это Бог вас соединил. Если бы Он вас не соединял, вы бы ни на секунду не смогли быть вместе. Между вами есть нить незримая, понимаете? Есть привязанность, нить незримая, которую вы не понимаете, не чувствуете, не знаете, что это такое. И поэтому вы его называете просто «мужчина». Но на самом деле это невежество, так думать. Потому что если вы человека близкого, которым Бог вас связал, вы считаете просто мужчиной, значит, тогда между вами все, что есть, это все временно. Ваш ребенок останется одиноким. Но его вы ни в коем случае не должны лишать жизни. Это будет еще одно преступление. Если вы хотите понять, что вам надо делать, вам надо расследоваться душой. Вам из страсти самой сначала надо выйти в благость, оставая жизнь с этим человеком, не заставляя его жениться. Думать о Боге, включать духовную музыку, слушать лекции. Постепенно ваше сознание разобьется, и вы перестанете его считать мужчиной, станете считать мужем своим. Он постепенно начнет тоже осознавать это. Со временем он это осознает, и приведет вас в ЗАГС, или вы его приведете. Это вопрос развития личности. Все люди в страсти, хоть женаты, хоть неженаты, они считают друг друга близкими людьми. Пытайтесь это понять. Люди благости, они привязываются сердцем друг к другу, выполняют обязанности. Люди в страсти просто наслаждаются друг к другу. Люди в невежестве ненавидят друг друга. Хоть и живут вместе, но недолго. Но ее страсти обычно живут вместе не больше 7-8 лет. Почему? Потому что именно такой срок можно наслаждаться человеком. Потом он надоедает. Сколько вы живете? Много всего. Ну, вот видите, сейчас самый такой разгар, наслаждение. Через 3 года уже все будет затухать, ему будет наплевать на вас уже. У вас будет ребенок. Представляете, какая ситуация? Чтобы ее исправить, надо менять способ жизни. Надо по-другому жить начинать, другую жизнь начинать вести. Вам надо серьезно начать изучать, как правильно жить. Это поможет вам решить вашу проблему. Больше ничего не поможет. Потому что сознание передается от одного человека к другому. Вы будете меняться, он тоже будет меняться. Вы слышите меня или нет? Да, скажите, а как меняться? Вы все делаете? Вы, наверное, первый раз на лекции пришли, да? Нет, я вашей лекции слушаю меня на второй. Здрасте, и вы меня спрашиваете, как меняться? Ну, это... Ну, вообще-то вы артистка конкретная. Ну, что значит, два года слушаю и не знаю. Ну, все, значит, вы меняетесь, все хорошо. Продолжайте это, медленный процесс. Значит, все классно у вас идет, все нормально. Но только вы сказали, мой мужчина, меня это шокировало. Как так? Человек слушает на лекции второй год, и мой мужчина. С кем вы живете? Ну, потому что у меня не знакомы с этим. С кем вы живете? С я живу с ним. Вот, молодец. Это уже лучше. Сквозь тернии и звезды. Молодец, супер. Алина, можно сказать? Сейчас мы немножко вспомним. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Сейчас мы вспомним про нить незримо сейчас. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нить, 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 нить мою, нитью, нить мою, нитью, нить мою, наши любимые. Видите, ради высокой любви надо вот понимать, что это не мужик мой или партнер, а муж. Помнить, что с нами пожизненно связаны. Потому что это Бог связал людей, понимаете? Нитью незримую, это нить через сердце идет. Два сердца связываются с Богом. Он надеется, что вы не будете его предавать. Потому что если вы сейчас, допустим, придадите эти отношения, вы останетесь одна на 7-8 лет. Знаете, жестокая такая будет ситуация в вашей жизни. Это ваш шанс, вот ваша возможность быть вместе. Надо ее реализовать, держаться за нее. Один раз вы уже пострадали, не такой большой срок вы получили в разлуке. И Бог вам дал еще одну возможность, еще один шанс. Теперь надо уже немножко по-другому мыслить. Хорошо? Или нет? Ну вот, молодец. А где? Ну я вас так не могу смотреть. Давайте куда-нибудь выходите, у меня голова сломается. Вот, успокоилась, молодец, хорошо. Надо дальше так, в спокойном состоянии двигаться вперед. Так, хорошо, вот теперь здорово. Давайте, я вас слушаю. Вы очень чувствительные, потому что... А мужчинам тяжело с чувствительными женщинами жить. Быстро заводите отношения, быстро разрушаются они, да? Так у вас идет. У вас нет проблем познакомиться, да? Проблема удержать отношения. Да. У вас очень много эмоций в характере, чувств. Это перегружает мужчину. Он сгорает от этих эмоций. Нам надо учиться эмоции свои направлять на женщину. Надо подружек больше иметь в жизни, с ними общаться. А мужу не надо нагружать свои эмоции. Нужно ждать от него только защиты, заботы. А если вы чувствуете, надо поговорить, пообщаться, что-то решить, тогда с женщинами... Хорошо? Вот мы говорим с кем? С вами же, да? Нет, вот давайте продолжим с этой женщиной. Не надо, второй микрофон сейчас не работает, не включается. Ну, я сам решаю, когда второй, следующий человек будет. И надо форсировать ситуацию. Ну? Что вы молчите, давайте говорить. Я хочу, если вы не знаете, подруги, друзья, не сомнительные отношения. Это же не только, что это нормально, если вы не говорите, не сомнительные отношения. Почему уходят от вас люди, ваше мнение? Я вам сказал, почему. Ну, устают от ваших эмоций просто. Люди, человек устает просто. Встал от все, узненько. Понимаете? Вы договорились с девушкой, да? Насчет этого? Договорились? Все, ну, так. Надо помогать девушкам выходить замуж, обязательно. Не, нормально, суждено. Просто надо сконтролировать себя. Надо правильно настроиться. Вести себя правильно с мужчиной. Не выматывать его психику. У вас какие отношения? Вот мужчина с вами живет, какие отношения у вас с ним? Спокойные или бурные? Я сейчас не знаю, но я просто подключаю, то есть, срывай так. И вот, и не то, что вы заранее можете. А, вон он, ну что, я понял. Это означает нехватка чувства собственного достоинства. Нужно мужчине ставить условия. Когда мужчина тобой пользуется твоим телом, наслаждаются, ответственности брать не хочет. Это означает, что ты не чувствуешь себя достойным человеком. Такому человеку, такой женщине, нужно совершать аскезы, определенные аскезы, которые увеличивают чувство собственного достоинства. Нужно правильно относиться к себе. Это в молитве делается. Когда вы почувствуете защиту от Бога, когда женщина очень беззащитна, она становится униженной. И в таком униженном состоянии она живет. Часто такие женщины отношения строят с женатыми мужчинами. Ну, униженное сознание такой женщины. Она готова на все. Лишь бы кто-то был. У вас женатый человек или... Вот, хорошо. Значит, тогда надо просто начать понимать, что такое достоинство человека. Нельзя унижать себя, жить половой жизнью с человеком, который с тобой не расписан. Это унижение для женщин. Встречается, да? Ну, все, значит, человек серьезный, влиятельный. Ну, он не будет никакой инициативы. Ну, у меня не будет никакой инициативы. Надо просто применить метод ловли большой рыбы. Сейчас расскажу. Надо, чтобы наживка была такая хорошая. То есть, надо хорошо себя украшать, общаться привлекательно, всегда быть в хорошем настроении. И большая рыба, она, знаете, всегда срывается, если сильно потянуть. Поэтому ее надо как бы делать вид, что ты вообще не тянешь. Как будто бы, когда она не плыла, туда ты и ведешь удочку. Потом постепенно приближаешь все ближе, ближе незаметненько, приближаешь к человеку к себе, ближе отношения строишь, больше общения, глубже общения, ближе общения. Вот. И потом у вас сачок на готове должен быть. Когда большая рыба близко подплывает, ей надо сказать, а вот как долго мы вообще вот так отношения с тобой будем строить? Может, нам как-то их как бы оформить? Это надо говорить, когда человек вот в чувствах находится по отношению к вам. И он говорит, да я хочу вообще тебя замуж взять уже давно. И вы в это время раз его с сачком, и потом говорите, что ты же обещал, как же так? И все, как бы раз обещал, надо брать так, нельзя дальше. Ты что? Ты же мужчина. Ты если сказал, ты должен, я могу вообще отравиться, как бы самоубийством жизнь закончить, если мне такое сказали, и меня не берут замуж с сачком. Вот и держать уже большую рыбку вот в сачке. И все, она там подергается, подергается и успокоится. Мужчина никто не слышал, не слышал методику для женщин он рассказал. Вам понравилась женщина методика? Вы поняли, что делать? Нет? Нет, 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 не выходит замуж, я никогда не поймаю эту большую рыбу. Что значит, что не поймаю? Надо ввести удочку потихоньку, верить в себя, что надо воспитывать чувство собственного достоинства, верить в себя, верить, что вы поймаете обязательно эту рыбу. Ваша вера передается ему, понимаете, отношения всегда на двоих. Если вы верите, что будете вместе, значит, тогда вы будете вместе. Если вы не верите, значит, что же от женщины идет вера. Некоторые женщины так сильно верят, что у человека даже сомнений нет, он сразу женится и все. Вообще ни у одного мужчины нет желания жениться, это же аскеза для мужчины. Так же, как, допустим, иметь детей, многие мужчины не хотят, потому что они чувствуют, что это тяжелее жизнь будет. Женщине, когда ребенок появляется, больше счастья, мужчине больше трудностей. То же самое, жениться для мужчины, это же трудности одни. Легче просто гулять, наслаждаться жизнью. Зачем жениться? Поэтому женщина должна верить в любовь. Понимаете? Верить в свою любовь. В отношения, верить, что у нас будет семья. Эта вера приходит через молитву. Сейчас у вас есть человек, Бог вас соединил. Значит, вы должны быть вместе. Должны, муж и жена быть вместе. Для этого вам надо к Богу обратиться, не к этому человеку, потому что он здесь всем управляет. Надо к нему обратиться, и он вам поможет. Вы почувствуете силу в себе, способность соединить эти отношения. Приближение начнется в отношениях. А сейчас вы чувствуете слабость в себе, нерешительность, что ничего не получится. Когда женщина так чувствует, она разрушает все. Услышали меня, Ирина? Да. Он легче стал? Значит, Бог согласен. Этот человек легче становиться, у него в сердце Бог согласен. Тактика правильная. Все, вот так надо действовать. В этом мире всегда побеждает знание. Нужно иметь знание, что делать. Тогда будет хороший результат. Немножко о вечности мы с вами вспомним. Вновь о том, что день уходит с земли, ты громко спой, нет. Этот день, может, где-то дали, мы не однажды не вспомним. Вспомним, как праздничный месяц плывет над речной прохладой. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, И печаль и радость. Все пройдет, Так устроен свет. Все пройдет, Только верить надо, Надо понять принцип существования этого мира. Этот мир соткан из энергии любви. Любовь является основой. Ради любви человек живет на этой земле. Конечная цель жизни — это возвышенная, чистая, светлая любовь, которая идет от Бога. Эта любовь к Богу является целью, главным смыслом жизни человека. У меня вчера одна женщина спросила, Фае говорит, А в чем смысл тогда этой жизни? Я объяснил, что когда человек учится любить другого человека, он постепенно познает, что человеческих сил не хватает любить правильно. Мы не можем сами, потому что у нас не хватает сил прощать, просить прощения, принимать человека и так далее. Нужны какие-то другие силы. И поэтому люди с древних времен, они в каждой своей вере, в своей культуре, они молились Богу целью получить вот это высшее проявление любви. Когда человек любовь в сердце получает, он начинает чувствовать эту силу божественную, высшую силу любви. Тогда у него хватает сил на близкого человека. У него хватает возможности прощать, просить прощения. Вы поймите, вот все вас много здесь в зале сидит, поймите, у вас у всех есть только одна проблема. Проблема это называется отсутствие силы любить. Все, больше нет никаких проблем. В личной жизни больше нет никаких проблем. Если бы хватило силы любить, можно простить, можно принять, можно просить прощения, можно изменить поведение, изменить отношения, можно поверить. если это все энергия любви так действует. Но нам не хватает любви, поэтому думаем, что я с этим человеком живу, у меня нет сил, мне он не нравится и так далее. Это все просто оправдание, отсутствие сил. Можно, допустим, бежать, бежать, и какой-то там марафон, допустим. И в какой-то момент, когда силы кончаются, человек думает, ой, я, наверное, болею, я устал, может, это не мое, бежать этот марафон, или у меня может не судьба его бежать. У него много причин возникает сразу в голове, а причина только одна. Он устал просто, и все, у него кончились силы. Понимаете, да? Но точно так же усталость приходит в сердце у человека в результате того, что не хватает энергии любви. А ее не хватает, потому что мы, сам принцип, как она усиливается, как она живет в сердце, мы его не знаем, не понимаем. В этом вся проблема. Мы не знаем, что принцип такой, что верить в близкого человека не надо. Надо верить в Бога. Мы верим, что близкий человек мне даст сил. Отчего все скандалы возникают? От этой веры? Почему ты меня не любишь? Почему ты меня не ценишь? Почему ты на меня не обращаешь внимания? Почему я пришел с работы, ты меня не встретила? Почему не накормила? Почему не уложила? Почему думаешь только о себе? Понимаете? Это означает, что мы не знаем, как правильно относиться к этой энергии любви. Мы ее хотим эксплуатировать, направить на себя. Мы не знаем, что нужно ее отдавать все время человеку. Не надо ждать от него ничего. Он не даст тебе столько, сколько ты хочешь. Ни один человек не способен дать столько, сколько ты хочешь. Он способен это делать только первые несколько лет совместной жизни, потому что это подарок от Бога. Из человека столько любви исходит, сколько тебе надо. Ты думаешь, так всю жизнь продлится. Ничего подобного. Этот подарок закончится. Начнет кончаться. Со временем ты почувствуешь нехватку любви от него. И станет тяжелее с ним жить. Причина заключается в том, что ты сам должен действовать теперь и пытаться понять, для чего нужна эта жизнь. Она нужна для того, чтобы научиться любить, а не для того, чтобы требовать любовь. Но человек всегда отдает своему близкому человеку энергию любви. Сразу возникает вопрос, а где ее брать? Если я близкому человеку отдаю, он меня назад не возвращает. Возникает грусть, тоска, печаль, несчастье, страдание, желание его бросить, найти кого-то другого, кто будет мне отдавать первые пару лет. И эта бесконечная цепочка может закончиться печалью уже совсем. Человек может прийти в полную депрессию, что у него ничего не получается в жизни. А причина, потому что неправильно понимаем жизнь. Брать энергию любви нужно от Бога, отдавать ее близким. Вот и все, вот такие правила. Нет других правил в этой жизни. Если вы хотите взаимности, если вы хотите, чтобы вам отдавали столько же, то это никогда не заканчивается хорошо. Можно взять, просто проанализировать вообще судьбу человека. Чем сильнее влюбленность, тем хуже результат. Вот если я сильно влюбился, я сильно жду от него. Это что значит? Я ему начинаю ревновать, начинаю бредить по нему, начинаю его обожествлять, начинаю его считать каким-то непонятным, возвышенным человеком. И результат какой? Просто ему это все надоедает, он бросает. Вот поднимите руку, кто вот так вот вынужден был бросить близкого человека из-за того, что перегрузка была в любви, вот в этой от него шла. Видите, есть много таких людей. Это тяжелая ситуация в жизни, правда же? Невыносимая. Ты не можешь дать ему столько, сколько он хочет от тебя. Страшная ситуация, потому что только Бог может давать столько, сколько человек хочет. Мы же души, мы духовную природу имеем. А здесь мы строим материальные отношения, эгоистичные. Ну, то есть, допустим, у тебя все равно есть какой-то эгоизм, а человек от тебя требует полной отдачи, что ты должен всю жизнь ему свое отдать. Только о нем думать. Это невозможно. Так никто не сможет жить, потому что только святые люди так могут жить. Это монахи могут все отдавать без остатка. Но опять же, почему они так делают? Потому что Бог их научил. Они же духовной практикой занимаются, они стали бескорыстными. Это результат длительной серьезной работы над собой. Это не то, что ты прямо сразу как. И опять же, бескорыстие человеческое не означает, что ты тоже по уши как бы влюбляешься. Есть все равно однонаправность в отношениях. Если кто-то сильно кого-то любит, то другой отдает любовь. Вот такие всегда отношения. Бывает, что человек отдает любовь, но одновременно он и получает какую-то часть. Но все равно кто-то отдает больше, что получает меньше. Понимаете? Кто-то кого-то всегда любит больше. Ну, то есть, кто-то сильнее любит. То есть, один больше отдает, другой больше принимает любовь. Тот, кто любит, когда человек любит, он готов на все ради близкого человека. И таким образом балует близкого человека. начинает наглеть, вести себя эгоистично. Точно так же с детьми происходит. Вот представьте, вы, допустим, рождаются ребенок, вы его сильно любите. Это естественная вещь. Естественная. Но если у вас нет знания, как его любить правильно, каким он становится? Избалованным. Потому что вы все внимание к нему, он потом говорит, я центр вселенной, ко мне все внимание. Куда вы там еще смотрите? Чем вы занимаетесь? Все ко мне, все внимание на меня, я тут главный. Видите, человек начинает путать себя с Богом, если ему отдавать всю любовь. Но если вы знаете, как любить ребенка правильно, вы, любя его, ведете себя строго с ним, ограничиваете свое внимание к нему, показываете ему, что он не главный здесь. И он вырастает хорошим человеком в результате. Знание меняет ситуацию жизни, а бесконтрольность разрушает. Если я постоянно иду на поводу у человека, он начинает наглее. Жизнь становится невыносимой. Он предает тебя в отношения. Свои интересы ставим выше твоих. Означает вот такая вот энергия влюбленности, понимаете, нужно ее контролировать в отношениях. Нужно переключиться на Бога, ждать, верить в Бога. Потому что, когда человек верит в человека, он думает, ну когда-нибудь он изменится сам, ну когда-нибудь он изменится, он не изменится сам никогда. Человек, чтобы изменился, его надо воспитывать, ставить условия ему. А это означает, что ты уже так же ставишь условия и себе, потому что ты веришь в него. Это значит, надо поменять свою веру. Вот как можно объекту любви ставить условия? Человеку, в котором ты веришь. Никак не вот поставишь, надо менять веру. Надо верить не в человека, начинать от Бога. тогда ты сможешь с ним уставить условия и жить с ним таким образом, что ты отдаешь ему свою энергию, свою любовь отдаешь, а берешь ее у Бога и служишь Богу. Понимаете, да? Батарейка питается не от человека. Когда человек от человека начинает батарейки свои заряжать, то он подает стресс. Если, допустим, мать сына любит, она верит в сына, она приходит, в стрессовое состояние. Это неизбежно приводит в стресс. Надо верить в Бога только. В сына не надо верить. Или в жену верить, в мужа верить. Вот это неправильное отношение к близкому человеку рождает разочарованность. Очаровываясь, мы разочаровываемся. А надо просто служить близкому человеку и ждать от него благодарности, когда в его сердце проснется благодарность. Если она не просыпается, надо от него дистанцироваться. Если ты служишь близкому человеку, тогда он начинает чувствовать, что он теряет. Ты дистанцию делаешь, он начинает чувствовать, что теряет, в нем просыпается благодарность. Он говорит, прости, я не до конца понимал, что значит в твоей жизни ты для меня дорогой человек. я буду стараться правильно вести себя с тобой. Я недооценивал, недопонимал тебя. Ну, чуть-чуть. Иногда бывает так, что человек не служит, а просто наслаждается, обалдеет. Человек им послушал лекции. Думаю, так, ага, надо дистанцироваться, чтобы он лучше себя вел. Ну, служения никакого нет, есть просто наслаждение. У меня была такая ситуация, женщина писала мне записку, говорит, Олег Геннадьевич, что произошло, я не пойму. Я как бы, мы с мужем слушаем лекции. Я дистанцировалась от него, желаю повоспитывать, уехала к маме. Он мне потом звонит, через две недели, говорит, слушай, ты, еще на недельку дистанцируйся, я так отдыхаю без тебя. Так это, кто кому служил-то? Понимаете, получается, все наоборот. Ну, если по найму служил, он бы скучал без нее, хоть слушает лекции, хоть не слушает, он бы позвонил, сказал ей, что я скучаю, возвращайся. Возвращайся, холодным утром, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся и оставайся, возвращайся, я без тебя устал. Это означает, человек служил, и он немножко воспитывает. Понимаете? В одной квартире, в одной квартире? В одной квартире что? В одной квартире, в одной квартире? Конечно, можно даже в одной постели, не только в одной квартире. Дистанцироваться. Это зависит от того, в каком сознании человек находится. Воспитывать человека можно просто, выполняя перед ним свои обязанности, но не погружаясь в глубокие отношения с ним просто. и он, когда видит, что ты не погружаешься, он спрашивает, что с тобой стряслось вдруг опять, быть может, я в чем виноват, нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Но когда человек зависит от другого человека, он не может молчать, и час, и другой подряд. Ему надо, его чуть-чуть, как бы улыбнулись, ему показали фантики, он сразу и... и все, и сразу стал покорным. Почему? Потому что он, как бы, верит в человека, и в Бога. Это означает зависимость, это не любовь. Давайте разберемся в этой теме. Эта тема называется привязанность. Чем привязанность отличается от любви? Привязанность, определение привязанности. Привязанность означает, что я привык или привыкла получать счастье от близкого человека. Это называется привязанность. Не служить ему, не отдавать ему счастье, я привык, а получать счастье от него я привык. И если, допустим, близкий человек не дает мне эту порцию счастья, я тогда становлюсь покорным псом рядом с ним, готовым унижаться ради него ради этой порции счастья. На все готовым. Унизительно терпеть ситуацию жизни, на все готов, лишь бы он дал мне эту порцию любви. Это уже значит, человек теряет себя, теряет свое чувство, собственно, достоинства. Как привязанность уничтожить в своей жизни? Как сделать так, чтобы ты перестал зависеть, разочаровываться в человеке, ненавидеть его, злиться, ругаться и в конце концов бросить? Для этого нужно менять желание наслаждаться человеком или ждать от него любовь, менять на желание служить. Нужно заставлять себя делать что-то полезное для человека, служить ему, заботиться о нем, не желая испытать что-то взамен. Допустим, мужчина может в двух вариантах гладить женщину по голове. Допустим, он подходит и гладит с целью наслаждаться. Гладит ее и извлекает из нее счастье. Как знаете, крысы, они иногда кнопочки подвигают, нажимают и получают счастье. У них электроды там в голове. И они на эту кнопочку нажимают, пока не сдохнут. Это та же самая система, понимаете? Человек гладит жену, мужчина, с целью получить и извлечь из нее энергию счастья. И ему наплевать на ее вообще настроение, ее жизнь. Он ее не видит как личность, он видит ее как объект, который излучает энергию счастья и больше ничего. Точно также женщина может воспринимать мужчину как источник комфорта, хорошего зарплату, как источник стабильности, спокойствия, но как личность в этот человек ей вообще наплевать, она приходит с работы усталой, она смотрит на него и говорит, ну что ты мне не улыбаешься? Я тебя ждала. А он устал просто, он не может улыбаться, у меня нет сил. Он говорит, у меня нет сил. А, значит ты меня не любишь? Видите, она его просто не видит, он для нее пустое место. Он устал, человек устал, а почему она его не видит? потому что она привязана на слова твоим. Она говорит, я пять лет тебя ждала вообще-то. Я пять лет ждала этих отношений этой семьи, вот ты появился, деньги заплачены, где услуги. Милый, мне очень грустно было, и я тебе звонила, и целый вечер дома я была. Милый, я даже дверь открыла, я так тебя ждала. А надо просто взять, приготовить ему покушать, пожелать ему счастья, чтобы у него все на работе было хорошо. Не надо сильно думать о себе в отношениях, понимаете? Иначе это приводит к проблемам разрушения отношений. Мужчин приходит с работы, не думайте о себе, просто пытайтесь его почувствовать, понять, он устал, разденьте ему, помогите ему, служите ему. Вы скажете, ну я служу ему, служу, а он как пень колода, ничего как бы не пробивает его, он ничего не чувствует, нету благодарности. Правильно, у человека есть определенный запас эгоизма. Этот запас постепенно пробивается вашим служением, это как айсберг танет снизу, он тает, тает, вы думаете, когда же он перевернется, этот айсберг? Но там больше снизу, чем сверху. Приходит время, он ба-бам, переворачивается неожиданно. Он говорит, я тебе всю жизнь на самом деле благодарен, ты очень хороший человек, я никогда не хочу тебя терять. это происходит на фоне страданий обычно, когда человек нуждается в близком человеке, а ты ему в это время так же служишь, как и служил раньше. Хоть он пуп земли, хоть он нуждается, и он видит, даже в нужде, когда он стал слабее, ты все равно любишь его, служишь ему, и он тогда осознает, кто рядом со мной находится. Что это значит вечера благодарен? Почему это от эго? Это служение, это супер. Классно. Надо собираться по вечерам, благодарить друг друга. Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свяло меня с тобой? Ну, причем бложное эго, это уже любовь, это правильное настроение. Кажется, что он говорит. Это уже другой вопрос. Надо не ждать, а отдавать. Понятно, что все хотят наслаждаться даже благодарностью, но надо самой служить. Муж будет ждать, а вы служите ему. Это невыгодная позиция любить. Она никогда не выгодная. Вы мужа раздеваете, он устал с работы, он не будет вас благодарить. за это. Он будет просто отдыхать рядом с вами, накапливать силы. Вы думаете, ну, сколько можно ему отдавать, он вообще как пенька. Никак не может сказать ласковое слово, ему только кормить его, надо гладить, любить, а он тупо смотрит телевизор, пошел. отдача никакой. Отдача никакой нет. Означает, что копит человек благодарность в сердце, она никуда не денется. Когда человек вкладывает в человека бескорыстную силу любви, она всегда остается внутри, она не тает, никуда не девается, не забывается. Это никогда не может позабыться. Понимаете? Бескорыстная сила любви остается внутри человека. И приходит время и она прорывает эту броню из эгоизма, с которой мы все сотканы, и человек начинает становиться благодарным. Но сначала ты живешь, как в пропасть летишь. Тебе кажется, что ты делаешь что-то не то. Вот я забочусь, служу, ответа никакого нет. Почему это ощущение пропасти возникает? Потому что мы не привыкли получать любовь от Бога. Мы не знаем принцип жизни, мы думаем, что любовь от человека надо получать. Вот если человек духовной практикой занимается, он в молитве получает отношения с Богом не очень глубокие. Это вы не представляете сколько счастья и света от этих отношений с Богом. Когда человек в молитве живет, он получает столько силы, столько счастья, он готов всем отдавать силу свою. Я сегодня молился, молился, сначала снялась усталость, я устал. Потом дальше я начал думать о близких людях, родных. Наполнил счастьем все отношения, почувствовал во всем счастье. Потом начал думать о вас. Как сегодняшняя лекция пройдет. Наполнил счастьем сегодняшнюю лекцию. Потом думаю, Господи, спасибо тебе, и начал думать вообще просто о Боге, и чтобы у него все хорошо было. про себя забыл. там стрелять. Там стрелять отдохнуть. А я лягу, прилягу, край гостинца старого, и ногами в долину, ай, накроет туман. я не лег на пороге дома, я просто лег в кровать. Вот. Там нету берез, там просто многоэтажка. Вот. я лег домой, просто у себя дома, там, где меня поселили, в кровать. И поставил будильник на определенное время, вот столько я должен поспать. Вот будильник прозвенел, я выключил, думаю, надо еще немножко поспать. А там у меня пациенты, я же должен еще, меня по интернету идут консультации, люди ждут меня. И произошло то, что обычно происходит. Я услышал в сердце голос Максима, врача, который со мной ездит, такой добрый голос. Надо вставать. Я такой, все, надо вставать, да? Надо вставать. Но, смотри, Максима никакого нет. И только Господь в сердце весел. И он такой, я такой сразу раз, я наблюдатель человека вспомнил сразу, как он говорил. Может, это не Максима голос был? Я почувствовал доброту, такую вечную связь, отношение с этой личностью, с Богом, который не показывается на глаза. Он всегда скрыт от нашего взгляда. Но если человек наблюдательный, он поймет, что он рядом. Он есть. Он заботится обо мне. Пытается всегда победить мою судьбу, если я сам отдаюсь ему в этом. Знаете, есть две категории людей. Одни постоянно пытаются своими силами побеждать судьбу. И Бог тогда не бездействует. Даже человек может бандить с вертельной болезнью. Он бьется, как рыба в лед. Все равно своими силами. А есть те люди, которые понимают, что свои силы, если бы они помогли, они бы уже давно помогли. Потому что если у тебя хватает на что-то сил, допустим, вылечить ребенка, он уже будет здоров, значит, потому что ты нитью незримой с ним связан. Если у тебя есть силы его вылечить, значит, он так вылечится. А если он не вылечился, значит, что думать самой о нем, о нем это бесполезно, уже там у тебя уже нету ничего внутри, чтобы ему еще что-то дать. И одни беспокойства остались, и ты трясешься уже и продолжаешь все равно своими силами. Это означает тупость. В этот момент человек должен просто настроиться на икону, начать молитву и получать силы, добыть про ребенка. Эти силы все равно пойдут к ребенку, потому что мы связаны с ребенком нитью незримой, со всеми родственниками. Когда я получаю силы от Бога, они всегда все равно идут туда, куда надо. У нас нет разрыва отношений, хоть и в Америке находятся, хоть и где. Мы всегда связаны друг с другом. Единственная проблема, что у нас не хватает силы, любви, а это любовь берется не друг от друга, не изнутри, как некоторые думают. Они наберутся от Бога, от святости. Так же, как электрический ток берется из электростанции, так и энергия любви берется не изнутри, откуда-то, извне. И мы пытаемся ее получить от детей, от мужа, от друзей, разочаровываемся в друзьях, потом в мужах, в детях. Некоторые верят в врача сильно. У меня есть такие пациенты, которые ничего не хотят делать, работать над собой, верят сильно в меня и потом разочаровываются. Пишут, говорят, я так верила, я лечусь уже столько времени, почему эффект слабый? Ничего не хочет человек делать со здоровьем сам. Он только хочет получать неправильное настроение везде, дает поражение. сам не хочет выводить. Что у işi? .